Похожая задача формулируется так. Какие есть делители у числа n квадрат плюс n плюс 1? Давайте возьмем число n квадрат плюс n плюс 1. Ну, понятно, что оно может делиться на 3. Это совершенно понятно. А вот это на 5 может делиться. То есть, вообще, может ли это число делиться на какое-нибудь число вида 6m минус 1, где m равен. Оказывается, в этой задаче совершенно замечательно не было. И наоборот, если у вас есть простое число вида 6m плюс 1, тогда бывает. Тогда можно определить такое число. Дай мне все это доказывать. Ну, смотрите. Если нам дают число вида 6m минус 1, то вообще-то его можно разложить на простые множители. Какие-нибудь там v1, v2 и так далее, v3. Ну, что значит, само простое. Может быть, на какие-то простые множители. Не может быть, чтобы все они давали бы остаток 1м пределения на 6. Потому что 1х1, 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 это 1. А здесь остаток 5, как вовсе 5. Более того, не может быть, что кто-то из них черный. Потому что тогда что-нибудь... Не может быть, что кто-то из них так поднялся. Среди них есть простое число такого же нет. Значит, если я хочу доказать, что такого не бывает, то достаточно получить противоречие в следующей ситуации. Еще раз пишу. n2 плюс n минус 1 делится на простое число p, которое имеет вид 6l минус 1. Где l находится в правильном случае. Я сейчас должен объяснить, почему на самом деле такое не бывает. И тогда у меня получится вот это теория. О том, что среди делителей числа а2 плюс а1 не бывает чисел 5, 11, 17 и так далее. Чисел вида 6m минус 1. Наверное, вы уже догадались, что эта задача практически та же самая, что мы решаем, а в четвертом плюс а2 плюс а2 плюс а2 плюс а1, да? Что нужно сказать в этом случае? Если n2 плюс а1 делится на п, то nu минус 1 тоже будет делиться на число p. Это значит, что n куб сравним с единицей по модулю куча. Но если n в кубе сравним с единицей, значит порядок это или единица, или тройка. Я сегодня обычно называю буквы к порядок, поэтому давайте так продолжаем. Единица или тройка. Ну, два варианта. Если порядок 3, то вспоминаем теорему, p минус 1 делится на порядок. Но если у меня p минус 1 делится на 3, а число p нечетное, надеюсь, все понимают, почему оно нечетное, да? 6l минус 1. Так, тут такого не бывает. Вот если 6l минус 1. Нет, ну че-то ничего не важно, потому что 6l минус 1 подставляю. 6l минус 2 у меня делится на 3. Подставил 6l минус 1 и не получил футборящий. Значит, k не равен к нему. Значит, k равно единице. То есть n сравнимо с единицей по модуле p. Замечательно. Но в таком случае n квадрат плюс n плюс 1, это здесь везде единица. n это единица, n квадрата тоже единица. Получается, что тройка делится на p. Но если 3 делится на p, значит, p это обязательно тройка. А тройка не вида 6l минус 1. Идея понятна? Так вот, господа, в двух разрешенных нам задачах, в задачах про a в четвертой плюс 1, а квадрата плюс а плюс 1, и в том, что это звучавший, а квадрата плюс 1 плюс 1. На самом деле верно и обратно. Если я беру любое простое число вида 6l плюс 1, то найдется n, для которого будет верна делимость. И вот, чтобы это самое обратное утверждение доказать, нам нужна эта вот теорема, которую я еще не доказал, теорема существования к кем-то. Вот, к сожалению, без нее здесь не получится. К сожалению, без нее здесь плохо, нас не едет. Вы представите, что мы уже знаем. Мы уже знаем, что по моделью p есть демообразный корень. Давайте я спешу все право. Итак, число p имеет вид 6l плюс 1. Простое число. Мне нужно, чтобы оно не делалось на p. p имеет вид 6l плюс 1. p это слое. Я хочу объяснить, почему существует такое натуральное число n, что n квадрат составляет плюс 1. Знаешь, натуральное натуральное не важно. Можно на p сдвигать, прибавлять, поскольку хочешь раз можно почитать. Не важно. Важно, почему есть такое число n. Ребята, помните, там, похоже, дело возникало, что n должно быть в кубе равно 1, да? Отлично. Так я сейчас так и сделаю. Я говорю, что если у меня p это 6l, то p минус 6l плюс 1, то p минус 1 плюс 4. Значит, я могу взять первообразный корень, альфа в степени 2l. Вот когда я буду брать альфа в степени 6l, то это будет уже единица. Все предыдущие не единицы. Значит, это у меня не единица. Это какой-то настоящий остаток. Каким свойством обладает число альфа в степени 2l? Впрочем, пожалуйста, если я возьму альфа в степени 6l минус 1, то это на самом деле единица минус единица. То есть сколько? А здесь разные круги. Альфа в степени 2l минус 1 умножить на альфа в степени 2l в квадрате плюс альфа в степени 2l и плюс 1. Замечательно. Господа, я только что сказал, альфа в степени 2l не единица. Значит, вот это нам поедет не единица. Да. А вот это делится. Значит, это должно делиться. А это и есть плюс минус. Ну, посмотрите, я сейчас не буду про задачу а в 4 плюс 1 плюс а в 2 плюс 1, но там ровно так же делается, как-то. Чуть-чуть изменить. Не только 5, чем их возьмете. В общем, господа, видно, что вот эта идея очень мощная. Идея непорядка, замечательная, позволяет решать многие задачи. Спасибо. Спасибо.